так мы снова в эфире сейчас мы сделаем нашему дриму давайте сначала веки а потом уже бубенчик про реки то мы забыли веки я делаю из ниточек вот толстые обувные либо можно использовать вязальные например я использую толстые обувные не вдеваю их в углу либо можно использовать полосочку замши как я показывала других мастер-классах либо можно использовать этот же самый мини-штов обрезков но сейчас секундочку два кусочка вот так вдеваю нитку в иголку отмечаю три точки где будут веки над глазом под глазом и в серединке будут сходиться то же самое с другой стороны завожу иголку в верхнюю точку вот верхнюю вывожу куда-нибудь в голову без разницы выведу назад снова вдеваю нить в иглу теперь завожу иглу точку в углу глазу вывожу вниз аккуратно кладу ниточку по глазу сверху чтобы он слегка его отделяло от мини штофа теперь снизу выхожу в нижнюю точку вот глаз прям и основу в край глаз в углу вот так у нас будет выглядеть то же самое с другой стороны здесь нитки можно увести в голову пиво просто срезать я нижнюю уведу еще разочек вот это уже просто срежу никуда они не денутся тем более сверху будет тонировка то же самое с другой стороны сейчас один момент сначала вверх и куда-нибудь в голову там этот кончик оставляем здесь угол сначала вниз делаем маленький стежок и выходим под глаз и снова в угол и увожу куда-нибудь в голову и срезаем вуаля наш дрим с веками теперь сейчас я уберу наметку чтобы разметку чтобы видно было лучше вот такой вот у нас дримушка получается сейчас самое главное делаем делаем наш волшебный бубенчик для этого нам понадобится проволочка синель так смотрите отрезаем проволочки кусочек небольшой нам нужно чтобы у нас можно было на ней закрепить бубенчик я беру полосочку которая у нас для этих целей часть полтора сантиметра на бубенчик и два сантиметра для того чтобы ее можно было запихнуть внутрь головы чтобы она там была закреплена вот я ее срезаю теперь на бубенчик я вдеваю в бубенчик краешки краешек вот этот я сейчас подстригу немножко чтобы у меня по бубенчику можно было его ее как следует загнуть аккуратненько точно такой же краешек я состригу снизу чтобы можно было собственно говоря в голову вогнать ее звучит конечно ужасно вогнать в голову но так оно и есть так вот как должна выглядеть проволочка надеваем бубенчик на проволочку пополам сворачиваем туго зажимаем и один раз прокручиваем острый кончик смотрим чтобы у нас нигде не торчал снизу все было максимально плотно прижато вот как это у нас есть теперь нам понадобится снова тоненькая ниточка с тоненькой иголочкой сейчас один момент сейчас один момент так завязываю небольшой узел беру беру нашу полосочку чудесную завожу иглу в дырочку которую у нас вот у бубенчика есть хотя сейчас можно этого не делать но завожу иглу с краешку в ткань чтобы у меня узел здесь осталось теперь завожу иглу в дырочку у бубенчика и на противоположную сторону полосочки мини-штофа это делаю для того чтобы у нас ткань максимально прилегала к бубенчику чтобы у нас никаких зазоров не было и не было видно нашей проволочки делаю так несколько раз чтобы прям она у нас максимально здесь прилегала и теперь зашиваю полоску на проволоке под тайным швом так я сейчас вижу что у меня полоской широковатую сделала у вас наверно тоже будет чуть широковато поэтому можно подсрезать наиболее узком варианте вокруг проволочки в принципе затянется я лишнее убрала хочется чтобы палочка у нас из головы торчала более аккуратно вот теперь потайным швом я ее зашиваю еще секунду и указатель степень нарезать тогда начиника и налево пл развор просто Какая неудача. Начинаю заново. Показывала, показывала, теперь буду показывать еще разочек. Предыдущий уберу. Очень не люблю, когда так происходит, но такое бывает. Так. В губенчик. Туда-сюда. Затягиваю. Теперь по тайным швам зашиваю. Дубль два. Так, подпихиваю ее внутрь, этот мини-штов. Затягиваю. Вот теперь все затянулось. Вот видите. И иду так до самого низа. Главное не торопиться. И снова не порвать нитку. Делаю мы так аккуратно. Главное не торопиться. Главное не торопиться. Главное зашить так, чтобы у нас прям все под палочки ровненько было натянуто. Но чтобы не было прям впритык натянуто, потому что если будет совсем-совсем впритык по проволоке, то при изгибе есть шанс, что это все дело порвется. У нас же гнущийся бубенчик. Его можно будет во все стороны сгибать. Главное не торопиться. Если вдруг какие-то вопросы сейчас возникают по дрему, не стесняйтесь, задавайте. Пока я тут зашиваю эту палочку. Смотрю, чтобы ее еще не перекашивало никуда ни в какую сторону, чтобы она не перекручивалась. Юль, да, нижняя губа сама собой появляется именно за счет того, что если в правильном месте ты делаешь утяжку. Если ты делаешь ее чуть выше, либо чуть ниже, то есть, ну, вот как здесь, например, на маленьком дреме, у него нет нижней губы. Я просто там тонировкой добавлю этот эффект. Если бы я сделала здесь чуть-чуть у него пониже улыбку, тогда у него появилась бы нижняя губа. Ну, тем они и хороши, что у каждого свое выражение мосечки получается. Так, ну, я вот почти, уже почти. Нескончаемая палочка. Дошла до конца. Смотрите, здесь нитку я пока не срезаю, оставляю как есть. Я просто вытащу сейчас. Лишнее даже срежу чуть-чуть. Пока она у меня здесь болтается. В эту иголку я пока втыкаю новую свежую ниточку. Тоже тоненькую. Завязываю также совсем небольшой узел. Так, здесь я сейчас чуть-чуть подсрежу, потому что, видите, немножечко не рассчитала. Длинноватая у меня получилась проволочка. Соответственно, подстреваю иголку. У меня куда-то шелестило. Так, теперь берем наш цветочек. У меня здесь предусмотрительно разрезан. Одеваю его вокруг. И пришиваю потайным швом по кругу палочки мини-штофной. Сначала зашиваю вот это отверстие. Немножечко. Вот зашью его потайным швом. Надеюсь, вам видно, что я делаю. Сделать не очень удобно, нитки мешаются. Такое, где-то в три стежка я зашила это отверстие, которое я надрезала. Так, а теперь я сам цветочек пришиваю к ножке потайным швом. Не по самому краю, соответственно, чуть-чуть ниже. Коты мои прекрасно поживают. Вот, вчера на приивку возили, сегодня вялое, спят где-то. Так бы уже в кадре были. Пришиваю, пришиваю. Все прям по краю ножки к мини-штофу. Весь цветочек. Так, вуаля, дошила. Так, Лин, а ты можешь в комментарии свернуть. Их туда видно не будет, и у тебя будет туда все видно на экране. Так. Вот, смотрите, я пришила цветок, сейчас это выглядит вот так. Вот такая растопырка. Теперь этот цветочек вокруг колокольчика зажимаю. Так, блин. Сейчас вот вся в них запуталась. Как-то бы снизу идет. Прижимаю его вокруг цветочка. Цветочек вокруг губенчика. Завожу иглу внутрь, в угол какого-нибудь лепесточка. Вот здесь на разрезе. Так. И сцепляю с углом другого лепесточка. И вывожу в центр листика. И вот так прохожусь по кругу, собирая. Цветочек вместе. Чтобы он не был прям бутончиком. Вокруг бубенчика. Цветочку на самом деле можно экспериментировать. Там можно добавить дополнительных лепестков. Из, например, шелка. Вот так я делала. Такие цветочки тоже классно смотрятся. Можно оставить таким, скромным. Вот. Сосбариваю его бутоном. Вот смотрите, как он, видите, бутончиком собирается. Вот такой бутон вокруг бубенчика. То есть бубенчик у меня очень классно сидит внутри. А здесь у меня вот он бутон. Теперь вывожу нитку куда-нибудь вниз. Делаю там очень аккуратный узел небольшой. Закрепляю все это дело. И прячу. Снова же бутон. Так. Срезаю. Вот что мы имеем на данный момент. Вот такой бутончик. На ножке в центре бубенчик. Теперь вставляю иглу вот в эту нитку, которую мы оставляли снизу. Беру голову дрима по центру, на перекрестке всех наших швов. Завожу в голову шива. Завожу его максимально глубоко. Почти до носа. Там его вот таким образом шубуршу, раздвигая наполнитель. Сделаю такой небольшой туннель. Теперь я аккуратно в этот туннель завожу нашу проволочку. Начинаю туда как бы увенчивать. Усаживает тутым-сюдым. У меня должны войти все мои 2 сантиметра. Чтобы у меня максимально была жесткая спайка цветка с головой. И теперь по кругу, по тайным швам, собственно говоря, я вот это чудо пришиваю. Так, где тут у меня начало? По кругу, к меху, к мини-штофу. То есть, как он у меня идет. По тайным швам. Стижки делала маленькие, аккуратные. Так, у меня в который попадает накалырива. Так. Так. Вот, собственно, я прошлась уже почти по кругу. Пока не затягивала швы. И затянуться ему несложно. В общем-то, с легкостью. И вот теперь аккуратно затягиваю. Шилом помогаю, чтобы у меня ткань ровно по кругу. Все подворачивалась и уходила. И затягиваю. Как следует. Вуаля. Теперь здесь же, как закончили шов, увожу ниточку куда-нибудь в голову. И вот здесь спокойно завязываю уже на маковке где-нибудь узелочек небольшой. Горячую голову на голову взял. Все. Нутку срезаем. И вот, что мы имеем. Наш дрим. С вот такой жесткой палкой, которую можно гнуть как угодно. Можно ему хоть вопросительный знак на голове сделать. Хоть молнии, хоть что угодно. Хоть как изогнуть этот глубинчик. Это уже такой исключительно фантазийный момент. Ну, вот я думаю, чтобы они были просто какой-нибудь вбок загнуты. Это уже у каждого своя история будет. Вуаля. Мы сегодня с вами оформили голову. Я предлагаю... Ой, Лен, не бойся. Ювелирная работа это только главное начать. На самом деле там втягиваешься. Итак, смотрите. Я предлагаю... Я предлагаю с вами особо не тянуть. Раз уж у нас уже головушки готовы. Наших дримчиков. Я предлагаю завтра сделать полную сборку нашего персонажа. И тонировку общую. Собственно говоря, завтра предлагаю вам с вами его закончить. Если вы не против, то встречаемся завтра в эфире. Давайте либо в пять, либо в шесть вечеров. Вот. И тогда мы его с вами... Я думаю, что часика за два закончим. Что тебе показать? Ножки, ножки, ручки. Вот ножка. Ножка. Вот, ручка. Вот такая ручка. Вот они. Как выглядят. Вот они крылышки. Я предлагаю его нам завтра с вами уже собрать. Полностью затонировать. Украсить бусинками. То есть все как положено сделать. Вот. Так что давайте встречаемся с вами тогда завтра. Я думаю, что лучше тогда, наверное, либо в пять, либо в шесть вечера. Чуть на часик пораньше начнем. Вот, чтобы полностью его закончить. А время я напишу тогда завтра утром. Какое у нас будет время. Тогда уже с вами встретимся. На сегодня мы с вами заканчиваем. Жду, если есть какие-то вопросы в WhatsApp. Обязательно спрашивайте. Не стесняйтесь. Вот. Все расскажу, покажу. Все. До встречи. Хорошего вам вечера. Пока-пока. Пока.